Ом Ти Ви Юэй про головне. Огромное количество людей, которые, скажем, даже из самых благих побуждений, мне кажется, сами давно двинулись башкой, и других сдвинули по разным причинам. Иногда из самых лучших побуждений. Слишком много сволочей врали. Снизу доверху врали. О том, что у них на складах. О том, в каких техническом состоянии содержится техника. О том, сколько бойцов на линии фронта. Невероятно, но факт. Система передачи информации внутри вертикали спецабасрации работает по принципу испорченного телефона. Об этом секрете Пали Шинеля стало известно благодаря откровениям самого честного пропагандиста из Авгиевой конюшни Кремля Марго Симоньян. Любой человек имеет право на ошибку, но человек не имеет права на вранье. Не может себе позволить это делать. И пока вот очень сильно, больно, кувалдой, как сейчас в интернете, по рукам или по голове не долбанут таким людям, вряд ли эти ошибки будут быстро исправлены. Данная персона по определению просто так, без указки начальника, пасть никогда не откроет. Ранее уже можно было подметить, что после ее информационных подстилок начались различные негативные процессы. Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела. Понимаете? Боброедка-приблуда отрабатывает самое грязное задание Кремля, лишь бы удержаться на денежных потоках, которые отстегивают на Russia Today. Это же ежу, понятно. В общем, медиаведьму отправили фабриковать инфоприкрытие для поиска виновных в крахе планов СВО. Люди, которые до сих пор не поняли, что их вранье, оно гораздо менее опасно, чем какой-то блогер, который что-то там напукал, извините за мой русский язык, в своем блоге. И его за это там завернули, забрали. Его вранье гораздо более опасно. Я об этом и говорю. Она просто прозвучала, менее. Фабула нарратива, пробивающего очередное дно, сводится к тому, что российскому руководству не повезло с подлым народишком. Я не знаю, кто такой дебил сделал это все. Я просто знаю. А если это сделал Путин, то что тогда? Ну, тогда я не могу ничего сказать. Ну, хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Америка это все сделал, войну вот эту. Пресловутые центры принятия решения в виде полушарий головного мозга вождя не дружат между собой по вине цепочки лжи, которая начинается в самых глубоких закомарниках. Вранье должностных лиц приводит к категорически неверным решениям. Решения же базируются на информации. Это же ежу понятно. Если информация неверная, то решение неверное. Неверное решение приводит к потерям, приводит к задержкам. Оказывается, это не Киселевщина, либо Скобеевщина порождают фейки, а не просто в крови русского человека. Потерь в вооруженных силах России нет. Самый маленький командирчик, вот он, каменщик гигантской стены лжи, которая отгородила Кремля от действительности и усыпила бдительность. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ, а для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. Поэтому как бы ответ на вопрос, вопрос даже не в том, готовы-не готовы. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. На совести командной мелюзги дезинформирование командирчиков чуть повыше, которые докладывают уже командиру еще более далекие от правды сведения. На выходе получаются решения, ведущие к катастрофе российской государственности. Посему Симоньян выдвигает фантасмагорическую идею криминализации вранья начальству. Почему бы нам не вести уголовную ответственность за заведомое введение в заблуждение должностным лицом вышестоящего начальства? И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Если дебилы в интернете за распространение фейков, дискредитирующих захватническую войну, получают от трех до пяти лет, то почему бы не карать винтиков лгунов? Тем более того, как оказывается, требуют исключительные обстоятельства. Получается, что те, кто задумывал референдумы на временно оккупированных территориях, врали Москве о прочности российских позиций. Врут на полу, как гибис. Но утрата Херсона на долгие годы вперед дискредитировала наречие «Навсегда». Только я пришла в себя после оставления Харькова и гибели в процессе харьковского отступления моего близкого друга. И тут мы оставляем Херсон. То есть, ну просто вообще никакой жизни нет. А ты была в Купинске, когда он был еще наш? Была и в Купинске, и в Изюме. Я, блин, я год назад, как раз 1 сентября, вела урок мира для детей в Купинске. И рассказывала им на голубом глазу о том, как Россия здесь навсегда. 1 сентября, Карл, через неделю у меня просто разрывалось сердце. Долго ревела в ванной, долго ревела Анна. Карательный новодел Симоньян поднимает целый пласт вековых проблем российского общества, в котором лицемерить и лебезить перед начальством – норма. В очередной раз поражает лицемерие этого государства, Великобритании в данном случае. Лицемерие очень раздражает, и мы будем с ними бороться до последнего снаряда, который, я надеюсь, не закончится у нас никогда. Происходит покушение на двигатель карьеры. А с другой стороны, война всегда непрозрачна, переполнена хитрости и обмана. Здесь самые лучшие знатоки не всегда способны отличить истину от лжи. Тем более, в условиях оперативной обстановки информация за минуты устаревает, и найти крайнего попросту невозможно. Здесь у вас какая-то неточная информация. Это совсем не исключает приписок выдумок. Кто-то не хочет расстраивать командиров, кто-то боится нарваться на неадекватов и моральных уродов, а кто-то просто надеется на тупость командования. Вот из-за командирчиков и получается эффект бабочки. Должны были быть под Берлином, но почему-то роем окопы под Белгородом. Надо прекращать врать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. Из-за такого потока обмана происходит делегитимизация власти. Центр в глазах людей предстает в уродливом свете. А ведь там же должны не дураки сидеть. У вас был какой-то разговор с Кремлем? Смотрите, ну, там же тоже в большинстве разумные люди. И мне никто не может запретить иметь свое мнение. Здесь понятна суть клича Симоньян. Нужно все провалы СВО спикнуть на мелкоту. Тогда крупная рыба может чувствовать себя спокойно и безнаказанно. Ну, правда, все равно нужна людям. Просто кремлевским стратегам винтики попались поганые. Обратная сторона слов пропагандонки. Путин святой. Ему и так не повезло с этой биомассой. И это главная причина, почему они меня вот так вот все бесят. Есть и прикладная сторона всей этой возни. В РФ хотят создать свой аналог Министерства правды. Имперское Министерство пропаганды. Ясное дело, на такое хлебное место уже выстроилась целая очередь желающих. И семейка Боброедки здесь в первых рядах. Ну, я практически зуб даю. Цель нанести нашей стране поражение Байден не снимает. Мир по-американски – это слабая униженная Россия. Байден подчеркнул, что Запад не имеет морального права допустить поражение Украины, поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией и Белоруссией. В Конгрессе США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет Атакамс. Конгрессмен-демократ Тед Лиу заявил, что вскоре Украина получит карто-беланш. А лидер демократов в палате представителей Питт Агилар добавил, Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, для победы над Россией.